Привет всем стратегическим жевжикам! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Много раз я говорил, что в Вавилон какая-то Uber-имба, и из-за него даже можно в античности выйти в самолёты. Говорил-то я говорил, но надо, наверное, и показать. Заодно вы сможете это тоже повторить у себя. По-моему, прикольный челлендж. Настройка карты обычная, единственная скорость стандартную. Ставьте на быстрый, на сетевой, точнее, мне кажется, не смогёте за счёт того, что рабочие будут медленнее ходить. Тип карты любой. Ну, я размер карты тоже стандартную поставил. А тип карты, мне кажется, любой. Ну, может, только не совсем уж морскую. В дополнительном поставил возраст мира новый и исходное положение баланс. Это чисто для того, чтобы быстрее можно было Эврики сделать. Я думаю, если вы поставите легендарное начало и ресурсы изобильные, то ещё можно будет быстрее. Но я рекомендую просто попробовать вот на таком более-менее одинаковом старте. Ну и выключу все игровые режимы, чтобы это была такая вот ванильная версия. Поехали. Не стесняйтесь искать лучший старт. Нам нужно, чтобы у нас было много леса вокруг и много холмов. Вот это, конечно, плохой старт для этого челленджа. Так что надо начать сначала. Ну что ж, после долгих наяриваний с перегрузкой карты получилось что-то очень даже неплохое. Куча леса, оленей. Ну, в общем, вот это вполне играемо. Так, начнём с уникального юнита. Просто тупо потому, что нам ещё нечего обрабатывать рабочими и сразу, конечно же, с горного дела. В первую очередь для вырубки леса и для постройки шахт. Я напоминаю, что Вавилон открывает все свои техи ускорениями. То есть нам надо ускоряться. И, соответственно, идея выйти как можно быстрее. Самолёты, вот оно, да, авиация. Постройте чудо света промышленной эпохи. Чудо света промышленной эпохи – это рурка. Плюс здесь у нас фабрика и угольная электростанция. Угольная электростанция нужна для открытия нефти, чтобы самолёт построить. Фабрика для рурки, в общем-то. Для этого надо две мастерские построить. Чтобы две мастерские построить, надо открыть ученичество. А ученичество ускоряется тремя рудниками. Поэтому мы начинаем с горного дела. Так, Антона Нариву уже встретили. О, руинка есть. Ну, в первую очередь, чтобы от варваров ещё отбиваться, тут посла дали. Ну, такое себе для нашего прохождения. Тем более, что Антона Нариву нам тут не особо будет. Помогать. Так, а что это я не включил еда-производство? Вот так давайте сделаем. Блин, или на еду, чтобы быстрее. Нам надо, кстати, быстро в шесть жителей выйти, чтобы раннюю империю ускорить. Так, и вначале ищем место для второго города. Нам надо всего лишь два города. Так, кого встретили? Окленд. Потому что две мастерских. Нам больше городов точно не надо будет. Так что всего два города. Так, уникального юнита построили. Пошли сверху посмотрим. Ну, нам тоже с лесом, но второй город нам надо тупо, чтобы он построил промышленную зону. Всё. Так, ещё десять ходов до горного дела. Ну, давайте начнём, наверное, с строителя. Как раз рис обработаем. Я пожалую, наверное, еда-производство. Так, семь ходов, чтобы он построился. Чтобы рис обработали, у нас орошение открылось, и там наше уникальное здание. Мы его будем строить пока что. Так, вот тут выглядит, как много леса. Нам надо именно старт с большим количеством леса, чтобы... Давайте против варваров возьмём и на пантеон. Чтобы быстро всё построить. Именно старт с большим количеством леса. Ну, и холмы нужны, иначе мы не ускорим... Не ускорим никак... Мастерские. О, открыл континент. Да. Отлично, это здорово. Нам бы ещё... Нам бы ещё ГГшку где-нибудь найти третью, чтобы политическая философия ускорилась. В политической философии мы, естественно, будем... брать автократию, потому что она плюс 10% в представительстве чудес. Это как раз для рурки. Так, варваров, наверное, не будем трогать. Надеюсь, и они нас не будут трогать. Пока просто вокруг бегаем, ищем... Ну, ГГшки и... И этот. Ну, этого, наверное, давайте тронем. Раз он тут стоит. ГГшки и просто место для второго города. Так, я бы, наверное, даже сразу ещё строителя делал. Потом только уникальное здание. Оно, конечно, сразу ускорится у нас тут, когда мы рис обработаем. Но... Нам надо больше... Ну, то есть нам надо холмы. Нам надо рудники сделать. Так, обрабатываем рис, открываем, соответственно, орошение и палгум. Но сначала ещё одного рабочего сделаем. Нам до горного дела ещё три хода. Хотя, слушайте, нам до горного дела три хода. Мы ещё не можем лес вырубать. Давайте палгум, наверное, эти три хода. О, руинка. Блин, ещё где-то была. А, вот ещё. Как они так рядом... Оказались. Не видел, чтобы так рядом были руинки. Никогда. Не, ну видел, честно говоря. Так, наверное... Начнём... С драгоценностей. Так, ну где-то здесь надо будет ставить второй город, судя по всему. Ещё раз повторю, нам второй город... О, Китай. Хубилай. Нам второй город, ещё раз повторю, чисто промышленную зону построить. Потому что... Так, сколько нам ещё один ход ждём? Потому что... Ещё одна способность Вавилона... Офигительная. Что первый район построен и сразу получает самое дешёвое здание в нём. То есть... Во втором городе мы, построив промышленную зону, сразу там мастерскую получим. Понимаете? Не реинвентируйся. В этом идея. А в столице там, ну, подрубим, либо своим ходом построим. Я хочу этот палгум быстро сделать, а потом уже строителей дофига. Просто вырубать на самом деле пока без Магнуса... То есть, а стоит оставить... Давайте, наверное, лошадей. Стоит оставить... Клетки... Лес. Когда вы... Когда у вас Магнус будет губернатором сидеть. Так, что-нибудь будем менять против варваров? Нет, наверное, пока бог-царь. Дальше идём в Раннюю Империю. Блин, может, за этой руинкой сходить? Или вообще с варварским лагерем? Варварский... Ну, вообще, за руинкой бы сходить и с лагерем варваров разобраться, чтобы, может, в Золотой Век удастся выйти. Давайте как-то так пройдём. Так, мастерство ускорили, но нам в Раннюю Империю в первую очередь надо. Лечимся и постепенно пойду к этому лагерю. Лагерь надо забрать. Сейчас прибежит скаут. Будет напрягать нас. Так, палгум следующим ходом построен. Сейчас вы увидите ещё одна читерная фигня. Вавилонская. Просто даёт всем клеткам рядом с пресной водой. Плюс... Плюс еду. Видите, всё рядом. А ну, видите, тут ещё так получилось. Ректа к ним. Хотя вообще офигенное место. И плюс, несмотря на это, ещё просто два производства с нифига. Просто производство с нифига. И ещё жильё. Ну. Расти не хочу, как говорится. Так, так, так. Да, всё зашибись. Этим рабочим здесь поставим. Ну, не знаю. Тут в любом месте можно промышленную зону ставить. Нам не особо важно будет соседство, честно говоря. О, так тут варвары занимаются. Я смотрю. Ух ты. Так мы сейчас заберём этот лагерь. Сандали пророка. Ну, в принципе, неплохо. Быстрее откроем всё. Хотя нам ранняя империя так быстро не нужна. У нас ещё... Блин, вот там даже убился об меня. Прикол. Нет, заберём лагерь впервые, чтобы военную традицию ускорить. Так, ладно. Пошли дальше исследовать территории. Блин, где ещё одна ГГшка хотя бы? У нас плюс 17 уникальный юнит Вавилона плюс 17 против лошадей имеет. И лошади нас мочат. Так, четыре жителя. Пантеон берём плюс 25% к производству районов в тех городах, где этих районов нет. Блин, может начать посело уже строить, я вот думаю. И вырубить на него тут. Хотя вроде пока неплохо идём. Так, открыли ученичество. Надо ли мне уже рабочего ещё? Ну, наверное, пока надо. Пойдём сейчас какао обработаем. Ещё раз повторю, ничего не вырубаем. Так, у нас не хватает двух очков, да? Блин, а где у меня соседи вообще? Где какие-нибудь цивилизации? А, подожди, так я же встретил Монголию. Просто он как-то так... Мы на божестве вообще? Да. Как-то он так не расселяется в мою... Ну, это правда не столица, с другой стороны. Так, не вырубаем, не вырубаем. Пойдём. Какао обработаем. Что, скоро у нас счастье закончится. Я лошадей открываю сейчас, да? Потом надо, наверное, железо пойти открыть. А я не ускорил железо, я не убил трёх варваров. Я, наверное, двух убил. Да, я двух убил точно, так что с лошадьми. Вот лошади. Ну, можно будет выкупить клетку, обработать. Так, слушайте, ну, нам реально пока нечего. Так, 65-304 деньги у нас. Вообще-то. Давайте, наверное, начнём промышленную зону строить. Но главное её не достроить. Главное её не достроить. Пока, наверное, подержу в городе. О, есть, есть политическое. Так. О, вот. Надо руинку собрать. Кончарный. Открываем все техи, которые не требуют ускорения. Потому что те, которые требуют ускорения, мы ускорим, в общем-то. Так. Вот я не уверен, конечно, в том, что я правильно трачу деньги на шоколад. Но счастье нам точно надо. Он бы до шести вырос сейчас в город и потерял счастье. Так, еда, производство, еда, производство. Еда. Пять ходов до выроста. А тут шесть. Тогда переключимся на мастерство пока. Ой, тут руинка, зашибись. Всё. Мы должны в золотой век уже выйти. Если мы, конечно, эти руинки соберём. Да, блин. Если они какие-нибудь там... Хотя кто их может собрать? Мы пока ещё никого не встретили. Идём к этой руинке. Ну, дай забрать Аютхая. Стоит ли камень обрабатывать? Я вот думаю, камень это у нас каменолом не откроют. А, надо обработать. Иначе я просто думал не обрабатывать его, чтобы его срубить. Но видите, без открытия... Без открытия каменной кладки мы не можем камень убрать, в общем-то. Поэтому, да, надо обработать. Следующим ходом надо не забыть отменить промышленную зону. Опыт. Нет, подождите, ещё одного будет не хватать, да? Ещё, блин, одного очка не хватает, чёрт. 20 единиц мирового влияния. Блин, где... Тут должна быть какая-то цивилизация, 100%. Где она? Блин, тут ещё дороги так... Всё, прямо улучшают. Вообще зашибись. Два хода до шести жителей и до открытия ранней... Так, отменяем. Блин, наверное, поселенца надо начинать. Нет, давайте, знаете, что строители... Не хочу я без Магнуса вырубать что-либо. Мы должны успеть. Я думаю. Город пока растёт, всё нормально. О, Корея. А, ну вот и всё, собственно, золотой век. Правда, нам не прям не критично... Ух ты, тут какие-то чудеса у Кореи. Не прям уж критично выйти. Так, тут, наверное, пока накаплива... А, я уже взял пантеон. Тьфу ты. Уже потерялся. Тогда меняем тут всё. Значит, во-первых, Магнуса в столицу. Опять же, ждём пока пять ходов. Он не приедет, ничего не вырубаем. Здесь... Ставим, наверное, 50% к поселенцам. Ну и тут, наверное, оставлю пока против варваров. Ой. Блин, а чё я поселенца не... Так, один ход потерял. Тут ничего не меняем. Идём в политическую философию. Трудовую повинность мы должны успеть ускорить. Поселенец три хода. Ну, я думаю, они возьмут этот лагерь без меня. 8 ходов до конца древнего мира. Нормально. Тут, ещё раз повторю, лучше всего город ставить туда, где больше всего производства при вырубке мы получим. То есть я вот куда-то сюда поведу, наверное. Чтобы как можно быстрее сделать... Да, кстати, надо туда рабочего, наверное, везти. Как раз мы рабочим будем вырубать. Тут после поселенца рабочего, ещё, наверное, рабочего. Потому что я ещё раз повторю, тут надо будет делать промышленную зону. После того, как она во втором городе встанет. Город тут предлагает. Ну, я вот сюда поведу. Тут побольше вырубать. Ну, и промышленную зону сюда поставлю. Её вообще не важно, куда мы ставим. Не важно соседство. Главное, чтобы она построилась просто. Чтобы две мастерских у нас были. Просто ходим, бродим. Так, кончарное дело открыли. Всё ещё... Да, у нас уже есть магнус. Но мы пока, опять же, не вырубаем. Просто потому что... Не на что. Как только мы мастерскую на фабрику будем вырубать. Так, идём, наверное, сюда. Вот на этот лес встанем. Магнус прибыл. У нас вообще стоит на... Еда производства. Ну, нормально. Торговать нечем ещё. Что-то у них нету редких ресурсов. Вообще. Ну, тут, на самом деле, не важно, что открывать. Не знаю. Давайте обработку бронзы. Железо было бы неплохо, конечно. Но я трёх варваров так и не убил до сих пор. Где нам их взять, неизвестно. Что-то больше не появляются. Стоим, ждём. Любимый зритель. Если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Два лагеря варваров было, убили и всё. Нам уже трудовую повинность надо ускорять. Оракул, 48-й ход. Так, ещё три хода. Как минимум. Вставляем рабочих, чтобы они подрубали потом на фабрику. Ой, там, по-моему, Антона Нарива планируют захватывать. Вообще, Китай близковато, хорошо, что он не на меня пошёл. 179. Так, античность. По-моему, она в Золотом веке, на самом деле, прям уж ничего такого. Это нафиг надо. Плюс одну культуру за каждое. Такое себе. Ну, давайте, может, строители быстрее. Давайте вот монументальность возьмём. Вот это неплохо. В принципе. Блин, я так хочу сюда не пошёл, помогать-то. Чёрт. Немножко тупанул. Бежим, бежим на помощь. Так, ставим город. Ставим сразу промышленную зону. Также, неважно, что там соседства нету. Нам деньги мы оставим на другие... На выкуп клеток, например. Вот сейчас, видите, нам надо будет выкупить клетку, чтобы... Этот лес вырубить. Этот, этот. Лес больше производства даёт, чем тропический лес. Поэтому надо именно его вырубать. 11. Ну, следующим ходом... А, даже сейчас я смогу. Вот, смотрите. Хоба. Трудовую повинность открыли. Видите, сразу мастерская. Способность Вавилона. Поэтому здесь мы добиваем промышленную зону. Строим мастерскую сразу там. И фабрику. Так. Логистика избытков. Наверное, не хочу. С другой стороны... А, давайте Лян в Малькиум. И тут мы сразу следующих рабочих чисто строим. Так, Вавилону некуда расти. Нету жилья. А здесь вообще пофигу. И... Наверное, надо было поменять поселенцев. Ладно. Политическую философию. Надо было производство поставить. Тут я поторопился сейчас. Несомненно. Так. Мастерская. И вот на мастерскую уже вырубаем. Чтобы быстрее было. Слава богу, варвары не напрягают. Кстати... Может продать реально? Нафига мне? Не, наверное, не хочу. Хотя, блин. Наверное, давайте без права прохода. Давайте, может, больше. Ты мне заплатишь. Вот так давайте. Ну, нафига она мне. То есть, за веру она мало капает, чтобы рабочего покупать. Сколько он стоит. А, кстати, могу купить 95. Нормально, купим. Так, два хода еще. Ну, я, наверное, следующим ходом точно ускорю. Тут шахты строим. Так, мне надо фабрику, потому что рядом с фабрикой... Ну, вот тут, наверное, рис вырублю. Рурка нужна. Понимаете? Так, в городе стоим. То есть, нужны еще деньги на вырубку, на покупку клеток. У нас есть деньги, я как раз продал сандалики. Так, давайте шахту тут вырубаем. Так, четыре заряда. Наверное, я бы сразу начинал фабрику строить. Угля нету, ну и хрен с ним. Честно говоря. Блин, или лучше эту клетку. Все-таки это и производство. Наверное, эту клетку. Блин, или вот я вообще олени сейчас... Так, ладно, не будем пока ничего. Олени лучше вырублю. Тут же... Вот, тут холма нету. Поэтому лучше олени вырубать. Так, собираем оленей. Рабочие еще семь ходов. Без вырубки вы бы не смогли выйти. Мы бы не смогли выйти так быстро в самолеты. Потому что, ну, это надо очень много. Это, вот видите, все современное такое. Это надо быстрее построить. Мы даже, наверное, сначала еще угольную станцию построим. Угольная станция нужна для открытия нефти. После фабрики угольную построим. Нет, нет для электричества. Именно для того, чтобы нефть увидеть где. Да, Катина, наверное, жалко, что у нас угля нету. Могли бы побыстрее немножко все это... Организовать. Так, производство, производство. Блин, надо еще рабочих. 205. Может, и зря продал. Давайте рабочего. Пока вот так сделаю. Фига себе производство. Погоди, а что так много производства? Это за... А, я же вышел в эти... В индустриализацию. Это, видите, рудник плюс одно производство еще добавляет. Вот, вообще, бешеная фигня. Так, есть угольная. Соответственно, нефть. Вот сейчас важно. Нефть у нас есть. Зашибись. Давайте сначала еще рабочих. И потом только рурку. Так, слушайте. Как бы нам вырасти бы... Блин, что Вавилон обрабатывает? Или нам лучше производство просто оставлять тут? Производство, производство. Так, пошли вырубку леса тут везде делать. Ну, самое большое, что нам требует производства, это рурка, несомненно. Так, ставим... По таймингу у нас автократия пришла. Карточка на чудеса, естественно, бессмысленно, потому что она только на античности и древний мир. Поэтому просто производство и просто создание строителей. Ну, а тут два влияния, например. Так. Наверное, уже начинаем. У нас семь зарядов у рабочих. Так что я думаю, что рурку в самый раз уже строят. Тридцать ходов. Она у нас... Сколько производства? 1240. А... Аэродром... 54. То есть, мы аэродром, наверное, за один ход построим. Ну, поэтому мы еще магнус собрали, что мы в два раза больше получаем производства отсюда. Блин, нам бы, наверное, караван еще отправить. Хотя вот, наверное, караван куплю. 230. У нас как-то, я смотрю, теоретный дождь упал. Ну, кстати, можно за лошадкой сбегать. Почему нет? Вот, в Мальгиум плюс два производства все-таки. Если он не привезет... Так, продолжаем вырубки. 23. Слоновая кость. Нужна ли мне? У нас достаточно довольства. Пока нет. Пока нет. 21 ход. 120 нефть купить. Так, эту клетку. 80. Вырубаем. 4 хода. Рабочий. Так, тут 3 заряда осталось. Надо вот эти идти вырубать. Один заряд этот вырубит. Один заряд этот и... И плюс нефть обработаем. И лошадей. Так, а что я могу продать? Ничего не могу продать. А железо мы скоро откроем. Два хода. Ну, просто как я ставил стратегический баланс, по идее, где-то тут должно у нас железо быть. Это плюс к производству, понимаете, да? С радостью приветствуем вашу делегацию. Так, есть лошадки. 80. Вырубаем. 16 ходов Рурка. Так, еще не начинается у нас. Даже не видать, чтобы следующая эпоха начиналась. Ух ты, сколько ускорилось я открыл. О, точно. Видите, как железо у нас стоит? Так, 14 ходов Рурка. Пошла накапливаться нефть. Тут вот железо. Город прям на железе стоит. 13 ходов Рурка. Блин, ну нужно еще вырубать. Пока это все медленно, на самом деле. Видите, вот именно в Рурке вся загвоздка, она требует очень много производства. У вас не могут быть города производственные к этому моменту. И получается, вы немножко останавливаетесь. Блин, может рабочего купить. Не купить, а сделать 10 ходов. Тут есть еще что вырубать. Так, что мы можем стратегические лошади, железо, мало денег, нефть. Не знаю, почему они хотят покупать нефть, они вообще не должны знать, что это такое. Так, давайте, может, объявим дружбу и голоса продадим за деньги. Нет, мне вход не надо. Мне надо одномоментно. И я думаю, что надо покупать... Не, не покупать, а сделать... Этого рабочего... А, да ты сотку хотел, будьте сотка. Глоса нам точно не нужны. Все производственные клетки обрабатываются максимально производственные, да? Больше Вавилон не вырастет. Хотя можно вот вместо шоколада, кстати, вот тут еще холмы обработать. Тут сейчас будет рабочий. Ладно, давайте рабочего. Два хода. Так, вот это... Покупаем эту клетку, наверное, да? Дальше меняем на рурку. На рурку вырубаем. Девять ходов. Опять строителя. Ну, подождите, пока... Пока еще даже нету отсчета в античность. Так что пока норм. Если вот здесь... Оба, восемь ходов, да? Дальше здесь холм. У нас пока нету денег купить какую-нибудь клетку. 135. 135. Тропические леса, тропические... Ну, я бы вот эту с лесом брал и холмом. 135. То есть мне надо... Ну, ладно, следующим ходом я сейчас все равно... Два посла. Окленд. Давайте, кстати, Окленд будет больше производства от фабрики. Может, это поможет быстрее. Семь ходов, да? На один ход быстрее. На один ход быстрее получается. Ну, что ж. Финишная прямая. Потому что аэропорт вообще будет быстро построен. И самолет, в принципе, тоже. Тут именно проблема в рурке. Мы не можем открыть своим ходом эту теху. Никак. Понимаете? Самолеты 430 производства. Так, нам не хватает 22 монетки. 22 монетки. Что нам про... А, давайте в быстрых сделках глянем. железо. Железо. Отлично. Отлично. Это прям зеба. 5 ходов. Пять ходов. Тут, наверное, пойдем... Я думаю, лошади должны следующим ходом присоединиться. Нет? А что не показывают, какая клетка должна присоединиться? или она какая-то присоединиться? Это не лошади оказались. Так, разлив. Нет. Какая-то другая клетка вместо лошадей присоединилась. Ладно. Так, ну сейчас уже вырубать, мне кажется, бессмысленно. Надо просто максимизировать. Ну тут уже... Да и шахты бессмысленно. Нет, надо будет вырубать, наверное, на самолеты. Так что можно этого оставить пока парня. Ну а на рурку уже нету смысла. Где у вас еще лес? Вот лес. Пойдем туда ждать, когда самолет прибудет. Ну, принимаем сделку. Не, подожди, давай-ка ты нам вот слоника дашь. И строится рурочка. Нет, еще не строится. Строится рурочка. Хобана! И открывается Сэмль. Теперь нам нужен аэропорт. Три хода. Так, сколько стоит 145? То есть 290. Давайте подождем парочку ходов. Вообще без разницы что открывать уже. тут осталось это буквально набили на инженера. Блин, а что ж это сейчас появилось, когда мы уже рурку сделали? 215 к строительству чудес. Ну, ладно, давайте куплю эту клетку, вырублю и начинаем строить самолет. Кто не знал, в 1040 году до нашей эры Вавилон заложил первый самолет в мире. Просто скрывают от нас, что самолеты давным-давно уже есть. Так, сколько это стоит? 145. 14 голосов за 56 монет. То, что надо. Выкупаем эту клетку. вырубаем лес. Пять ходов самолет. Ну, наверное, уже я больше ничего не буду. Можно еще лошадей обработать, наверное, но выкупать я больше ничего не буду. О, какие-то варвары прискакали. Так, слушайте, а мне не надо... Но он не должен поломать мне по идее эту промышленную зону. Это же скаут. Но все равно выдвинемся на всякий случай на перерез. Верховая езда. Но это не езда. Не верховая езда. Так, подойдем, подойдем, протокуем, убьем. А, блин, я сказал, что он может туда попасть. Ладно. два хода до самолета. В каком же году первый самолет взмыл над воздушными? И обратите внимание, что они его строят сотни лет. Такой, двести лет, что ли, получается, строили. и в девятисотом году до нашей эры человечество воплотило в жизнь свою мечту о полете. Девятисотый ход до нашей эры. То есть, еще девятьсот лет до рождения Иисуса Христа. Восьмидесятый ход на стандартной скорости. И вот мы имеем уже самолетик. Понимаете? Давайте объявим войну. Подожди, а что я не могу? А где внезапно? А, у нас дружба. Блин. Черт, хотел проатаковать уже монголов. Ну, в общем, вот так. Понятно, что это сильно зависит от территории, но поверьте мне, ну, с худшей территории просто Вавилон позже выйдет в самолеты. Как с этим можно вообще бороться в принципе? То есть, вы можете тоже бороться. У меня, получается, вот самолет, первый самолет, восьмидесятый ход, девятисотый до нашей эры. На сетевой скорости это сложнее намного, потому что у вас поселенцы и рабочие ходят на столько же клеток, а время идет медленнее, понимаете? Че быстрее там на сетевой скорости. Потом очень мы зависим от леса. Если у вас мало леса, то можно даже не пробовать, потому что все это очень требует много вырубки, особенно рурка, как вы видели. Вот вы не вырубите, вы можете просто не успеть. У меня вот девять ходов, вот видите, девять ходов оставалось до конца античности, и мы могли не успеть. Но это же бред, вот как можно было такие цивилизации делать? Просто по приколу Вавилон сыграть можно. Ну, в общем, в комментариях жду ваши прохождения, кто быстрее выйдет в самолет. у меня получается девятисотый год до нашей эры, восьмидесятый ход. Делайте скриншоты, присылайте, как получится у вас. На этом все, спасибо, что посмотрели. Ну, мне показалось просто прикольно это даже не гайд ничего, но это Вавилон просто такая сломанная хрень. Слава Украине, живи Беларусь, играйте в умные игры, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok